Большой футбол Большой футбол Большой футбол Большой футбол Итак, состав Баварии Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2 Большой футбол Большой футбол Большой футбол Игра началась. Бавария с мячом. Игра началась. Игра началась. Итак, мяч в центре поля. Бавария впереди. Хороший пас в движении. Гол один за другим. Они забивают два мяча и отправляют соперников в очень быстрый нокаут. Повторяют голевую атаку. Отличная передача в разрез пошла. И, конечно, надо отметить прекрасный удар после выхода один на один. Очень здорово с игрой. Тренер счастлив. Его план на игру работает. Команда выигрывает струпно. Два мяча теперь одна команда ведет. Солидное преимущество. Очень своевременный перехват. Нельзя было давать пройти этому пасу. Виктор Осимьен. Отличный пас на ход. Здорово, как сыграно на перехвате. Пас все-таки не прошел. Рефери посчитал этот эпизод недостойным карточки. Ограничивается устным предупреждением. Но ему, конечно, виднее. Придется с ним согласиться. Навешивает он в штрафную. Вяч не вынесли. Смотрим, что будет дальше. Это была всего лишь попытка создать что-то опасное. Удар! Братарь на месте. Мяч летел точно в него. Мусия-ля. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Через фланг атака пошла. И тут есть свободное пространство. Хорошо они атаковали, но теперь остались без мяча. Опасно тут может получиться. Все получилось сделать, но чуть-чуть не хватило до гола. versa. ГОВОСТИ МЕЙА pokло в глазах. А также сделать который прибыл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И в последнюю секунду мяч переходит к сопернику. С мячом сейчас Бавария. И никак не дают они сейчас сопернику подойти к своим воротам. Без мяча это не сделать, и отлично они это понимают. Вот так, насыщая полузащиту контроля мяча. И вот мяч у соперников. Не стоит расслабляться даже с преимуществом. Похоже, это гол. И это уже шанс. Это уже надежда. Осталось забить всего один гол, чтобы вытащить эту игру, которая казалась проигранной. Сейчас они пойдут вперед. Здорово он разобрался в этой ситуации. Оказался там, где нужно, когда нужно. И пробил как нужно. Все довольны такой простотой и полезной игрой в его исполнении. Видно, что тренер расстроен этим голом. Он призывает игроков собраться, чтобы не дать сопернику сравнять счет. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Неплохо он с мячом идет вперед. Он слишком долго думает, что делать с мячом. Только что я говорил об их атаке. Теперь уже надо переключаться на анализ оборонительных действий. Неплохо по задумке, но слишком сильно вратарь заберет этот мяч. Пока неплохо, уверенно они идут вперед с мячом. Совсем немного времени остается до перерыва. Бавария показывает хороший футбол и ведет в один мяч. У обеих команд получилось отличиться в первом тайме. На двоих они забили три мяча. Хороший результат. Посмотрим, как закончится этот тайм и что поменяется в их игре после перерыва. Здорово играет в отборе. Бавария пробьет штрафной. Пас получается точно на соперника. Очень много передач сейчас перед чужой штрафной. Ждут они свой шанс. И выбивать надо мяч. Командам пора на перерыв. Первый тайм завершен. Второй тайм начался. Второй тайм начался. Уже в своей штрафной у него получается перехватить мяч и остановить атаку. Баварий идет вперед. Удар нужен. Удар нужен. Вот сейчас надо было забивать, но промахивается игрок. Да, и удар наносился уже из офсайда, кстати. Боковой арбитр все ясно видел. Получается перехватить пас. К сопернику Баварии мяч уходит. Судья дает продолжить игру, хотя в паузе, возможно, будет желтая карточка. Байк, 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 байк! Байк, байк, байк! Виктор осемьян. Подача в штрафную. Там есть кому сыграть. И выносится мяч и штрафной. Отлично в отборе сыграно, аут. Буан Камилу Эрнандес. Великолепная игра в пас. И на этом их воде не заканчивается. Мяч теперь у соперника. Мяч покинул пределы поля. Аут. Свежий игрок появляется на поле. Уверенная игра в своей штрафной. Тяжело играть без мяча и последние 15 минут в аварии это испытало на себе. Не сомневаюсь, что они готовились к этому и вполне осознанно отдают сопернику инициативу. Понятно, что контроль мяча для любой команды это большой объем работы. Ну а после такого очень даже легко можно будет убежать в контратак. Но вот сейчас у них есть шанс подобраться к чужим воротам. Получится у них контратака здесь. 20 минут осталось играть. Буан Камилу Эрнандес. Удар! Мяч у ротаря никаких проблем. Не смогла Бавария у себя мяч оставить. Здорово переходит вперед. Соперник пытается перестроиться. Он бьет. Можно играть. В ротаре не забирает мяч. Перекладина. Оффсайд сигнализирует боковой. Продолжение следует... Тренер Баварии решает выпустить на поле свежего футболиста. Виктор Асимьев. Хороший пас на ход, куда отбиты, нужно играть. Мяч в воротах, отличная игра голкипера здесь, ничем не помогла. И смотрим повтор гола вратаря, здесь можно бедить в последнюю очередь, вот что я скажу. С первым ударом все было великолепно, но, к сожалению, не повезло с отскоком. Они сравняли счет на табло 2-2 и остаток матча обещают быть интересным. Грубый отбор тут и желтую видим мы, желтую карточку показывает Арпитер в этом эпизоде. У Мюнхенской Баварии замена. Последняя минута матча, Бавария идет вперед. Всего один точный удар нужен для победы. До конца игры 7 минут. Не смогли удержать мяч. Джамаль Мусиала хорошо работает с мячом и идет к воротам соперника. На вес не получился, защитник сыграл. Новый будут подавать мяч после рикошета, ушел в зале целую. Вот и замена, на поле появляется новый игрок. Пошла подача. Очень уверенная игра в отборе. Толкается с защитником, но мяч сохраняет. Плохая передача, мяч перехвачен. Две минуты добавляется. Бавария пробьет штрафной. Отличный момент. Есть! Как хорошо сыграл вратарь в этом эпизоде. Сумел справиться с непростым ударом и выручить команду. Идет мяч в штрафную. Свисток судьи ставит точку во втором тайме. Но это не конец матча. Скоро команда начнет дополнительное время. Дает судья свисток. Продолжается матч. Первый тайм дополнительного времени у нас начался. Что ты уже поднимал, блякдаун, блякдаун? Окончательно они завладели мячом и ищут возможность для ключевой передачи. Чисто отбор обошлось без фола. Какую передачу он отдал. Казалось, что в этой атаке может что-то получиться. Но защита хорошо отработала. Полкоманды обыграл. Ничего себе! Этого парня сегодня просто не остановить. Этим голом он записывает на свой счет хет-трик. Повтор гола на ваших экранах. Это его третий мяч сегодня. Удивительный матч он проводит. Интересно, хватит ли силы на еще один гол. 5 голов уже набито в этом матче. Счет 3-2. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Нужно вернуться побыстрее назад. Пасимьян. Еще один гол. Они забивают второй мяч подряд. Соперники не понимают, что происходит и куда они попали. Повторяю, там гол. Замечательную комбинацию они разыграли. Да, каков завершающий выход один на один. Просто классика футбола вратаря как будто и не заметила. К этому моменту уже забито 6 голов. 4-2 на табло и все еще может измениться. У команды есть еще одна минута. Ровно столько добавил арбитр к основному времени. И пробил. Взлет и удар есть. Такой гол. Как пробил. Как сложился. Волшебство в прямом эфире. Повторяют нам гол. Отличную игру в пас тут, конечно, стоит отметить. И не важно, что последний удар слета был не самый лучший мяч в сетке, а значит все сделано правильно. Тренер озадачен. Соперник сократил отставание в счете до минимума. Смена ворот и еще 15 минут игры. Если ничего не изменится, посмотрим пенальти. Вторые дополнительные 15 минут только что начались. Неплохо. Сейчас команда контролирует мяч. Плохо сыграно. Соперник перехватил мяч. Хороший пас получился. Потрясающий момент. Фратарь оставляет свою команду в игре. Как это получилось, я не понимаю. Расстояние до ворот было минимальным. В центре штрафной подан мяч с углового. И ничего опасного здесь. Первыми они на мяч выходить не будут. Ждут, когда он сам придет к ним. Оффсайд, хотя в динамике его было сложно разглядеть. Семь минут осталось командам провести на поле в этом добавленном тайме. Парс не получился. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Обороне нужно назад возвращаться. Мы смотрим на последние три минуты игры. Тащит он мяч вперед сейчас. Навес в центр штрафной. Вратарь легко отражает атаку. Но это был не удар, Георгий. Так, удар. И все. Судья дает финальный свисток. Матч завершен. Абсолютная радость на одной стороне поля и полное разочарование на другой. Трофей нашел свою команду в таких матчах. Не бывает так, чтобы все остались довольны. Все, кто был на поле, большие молодцы. Они показали, что умеют играть в тот футбол, который заводит трибуны и не оставляет зрителей равнодушными. Теперь пришло время отмечать. И пусть это будет так же ярко, как и их игра сегодня. Великий момент для команды, для клуба, для каждой футболистки, кто выходил на поле в рамках розыгрыша этого кубка, кто мечтал о нем и воплотил свою мечту в реальность. И, конечно же, можно и нужно сказать о тренерском штабе. Именно они подготовили и провели своих игроков к этому моменту. Кубок их! Это праздник, который долго не утихнет. Только посмотри на это. Невозможно повторить такие эмоции. Тяжелейший путь позади, а что впереди сейчас, неважно. Нужно отпраздновать и осознать, что они лучшие. Что никто так и не смог остановить их на пути к этому трофею. И пришло время показать болельщикам поближе то, ради чего все это было. Да, подходит к трибунам команда и вместе с ней завоеванный трофей. Все это было ради одного кадра. Именно эта фотография станет главной среди тех, что уже сделаны в их карьерах. Уверен, таких очень много. Но вот такая она одна и неповторимая. Субтитры создавал DimaTorzok